Антонина с мужем всегда мечтали о детишках, но их мечта исполнилась только в 40-летнем возрасте. Пара решила усыновить ребенка. Восьмимесячную Юлию с супруги взяли из российского детского дома. Они буквально влюбились в девочку и были счастливы, что их мечта осуществилась. Однако радость длилась недолго. Девочка вела себя странно, она не подпускала к себе родителей. Не доверяла им, избегала прикосновений и взглядов. Попытки наладить отношения Юля полностью игнорировала. Родители были в смятении. Женщине казалось, что она плохая мать, поскольку дочь ее отвергает. «Я впала в депрессию, думала, что совершила ужасную ошибку. Может быть, мне нельзя быть матерью», – вспоминает Антонина. Вскоре Юля пошла в детский сад. Выяснилось, что девочка ведет себя так не только с родителями. Она избегала других детей, постоянно пряталась от всех. Однажды малышку нашли под столом. Тогда мама решила показать ребенка врачу. Доктор поставил ребенку диагноз – синдром расстройства привязанности, который характерен для многих детдомовских детей. Он развивается из-за раннего расставания с мамой и боязни быть отвергнутой другими людьми. Прогноз для детей с таким диагнозом хороший, если ребенок получает лечение как можно раньше. Врач расписал курс лечения Юлии и через некоторое время поведение девочки изменилось к лучшему. Прошли годы, и девочка пошла в школу. Сейчас у нее много друзей и увлечений. Она позволила мне быть ее матерью, и для меня большая честь завоевать ее доверие, говорит мама. Я знаю, что она изо всех сил борется каждый день со своими демонами. Семья гордится дочерью, а та, наконец-то, обрела безопасность и уверенность, которые заслуживают все дети. Друзья, если вам понравилось данное видео, оцените его пожалуйста лайком и напишите в комментариях ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.